У меня есть один знакомый парень, живёт в нашем подъезде. Такой весёлый мальчик. С ним не скучно. Постоянно что-то поджигают у нас в подъезде. У него ещё имя подходящее. Вовочка. Однажды пошёл на экзамен, это мне его отец рассказывал. Ну и лень была шпаргалку писать. Он взял с собой два учебника по литературе, подложил под пиджак. И вот в гробовой тишине экзамена эти учебники с грохотом падают на пол. Учительница, естественно, спрашивает. Так. У кого там что упало? Вова ответил гениально. Промакашка. Ну, я его обычно встречал в коридоре то с бутылкой пива, то с картами. А как-то встречаю и вижу у него в руках, о ужас. Роман, война и мир. И он, как бы извиняясь за эту вещь, говорит. Да в школу иду. Сочинение писать. Правда, не всё успел прочитать. Только заголовок. Я после этой встречи представил себе школьника, который в ночь перед экзаменом прочитал залпом весь курс школьной литературы сразу. Можете себе представить, с какой кашей в голове утром он идёт на экзамен. Давайте мы этого школьника поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Билет 13. Творчество Достоевского. Мне нравится великий и русский поэт Лев Николаевич Достоевский. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось бы вспомнить золотые слова Достоевского. Хотелось бы вспомнить, но не могу. Давайте проследим основные вихи творчества Достоевского на основе его романа «Евгений Онегин». Евгений Онегин назван так в честь главного героя, поручика Ржевского. Ржевский больше всего любил три вещи. «Женщин, водку и когда они вместе». Мне кажется, в образ Ржевского Достоевский наложил много личного. Впоследствии он даже создал роман-автобиографию «Идиот». Все мы помним крылатую строчку романа. «Идиот, дитям мороженое бабит цветы». Маленького Достоевского воспитывала няня, Арина Родионовна. Ее отцом был Родион Раскольников. Няня входила по утрам к мальчику в спальню, будила его и говорила «Выпьем с горя». Няня пила кружками, поэтому быстро надиралась и вела себя неадекватно. Достоевский пишет про подвыпившую няню. «То, как зверь она завоет». Мы вернемся к роману «Муму». Кроме Ржевского, там была еще одна главная героиня – Наташа с Ростова. Они познакомились на балу. Ржевский ее прямо на балу и полюбил. Но против их связи были родители Наташи. Мать – старуха из Иргиль. И отец – дед Мазай. Зайцы тоже были против. Они все хотели обручить Наташу с богатым инвалидом второй группы. С Пьером без уха. Вообще, проблему взаимоотношений родителей с детьми Достоевский нередко поднимал и описывал. Сильнее всего она была им описана в его романе «Отцы и дети», посвященном Павлику Морозову. Павлик, в отличие от Наташи, рос в простой, малограмотной семье. Он был зачат кулаком. Но вернемся к роману Мцири. Наташа хотела с горя броситься под электричку. Но, на счастье, по узкоколейке шел Павка Корчагин. Сквозь рваные штанины виднелось его пролетарское происхождение. Павка увидел лежащую на путях девушку, лег рядом и вернул ее к жизни. Вскоре у них родились двойняшки. Чук и Гек. Вывод. Мне кажется, Достоевский одной ногой стал в темном прошлом, другой в светлом будущем, а между ног у него было суровое настоящее. Хочется верить, что Александр Сергеевич Достоевский напишет еще много нового. У меня все. Продолжение следует...